здравствуйте дорогие друзья восемьдесят девятый псалом большое послал много толкований на него вообще восемьдесят девятый псалом это редчайшее место вообще в тонахе где слово шахак такое небо встречается в единственном числе обычно она всегда употребляется шхаим то есть небеса и значит речь здесь идет всегда если какое-то есть отличие надо понимать чем это связано говорят что именно этот псалом связан с небом напрямую вообще наши мудрецы в толковании к псалму писали что шаги машеха прозвучат в эпоху когда мировой религией стоит станет атеизм а всеобщим нравственным эталоном вседозволенность и ведь это наше время и после этого бог возвратит власть потом куда вида надеюсь будем ждать теперь о практических толкованиях псалма 1 для страдающих от болезней написано что очень помогающий псалом второе если мы хотим спасти человека от тюрьмы даже если он уже был суд и все уже уже казалось бы спасти нельзя надо выйти на открытое небо это пишет книга шимуштигеле макадмон старинная книга посмотреть на небеса прочитать восемьдесят девятый псалом и после этого попросить своими словами чтобы всевышний спас человека очень работающая вещь можно после хатсота лайла называется во второй половине ночи прочитать тегелем восемьдесят девятый и тоже молиться чтобы бог спас человека от тюрьмы еще этот псалом очень интересный для тех кто понимает что надо дать сдаку вот ему там положено или просто понимает но тяжело ему надо читать восемьдесят девятый псалом затем молиться чтобы всевышний открыл сердце чтобы было легче давать сдаку очень много толкования о том что если у человека перелом какие-то не дай бог кости там какой-то рук ног другие вообще проблемы с костями надо произвести произнести восемьдесят девятый псалом взять на стакан оливкового масла взять после этого взять хлопковую ткань такая слопка положить внутрь стакана что впиталось масло потом сжечь эту ткань и расположить ее так чтобы дым от горящего хлопка обволакивал больные места в древних книгах пишут что это невероятно помогает от головной боли от мигрени пишут тоже старинных книгах что нужно написать на клафе на кусочки такой специальный восемьдесят девятый псалом свернуть завязать ремешками на голове это поснимает мигрень у людей практически еще есть интересные вещи сейчас хочет продать дом продать надо взять сосуд с водой прочитать ним восемьдесят девятый псалом потом разлить в доме там бы помыть этой водой пол это принесет благословение на продажу дома то же самое относится к если человек хочет благословения на бизнес на магазине там в офисе где еще он работает можно сделать то же самое это рафец как кадури давал такой совет что еще вообще этой водой вот этой которой мы говорили мы пол дома тоже приносит удачу продажи любого имущества вообще для считается что для полноты сразу вместе с ним считается 150 псалом и тогда это действует больше рекомендуешься вообще читать целом тем кто не дай бог лишился какой-то части тела в первом пасуке 79 89 псалма зашифровано 1 72 имен всевышнего имя вот девятое так называемое и рабе маша закута своей книге вот пишет что расшифровка вот гематрия имени этого 75 и такая же гематрия у слова лайла ночь ночь это вообще время тяжелого сложного суда и вот если чеку хочет есть люди боятся ночи боятся темноты если хочет убрать страхи ночи сделать защиту от плохих снов ночью больших от плохих сил ночью нужно и вот имея ввиду это имя читать 89 псалом перед сном что еще что вообще написано последнее что есть чтобы получить заступничество бога в безвыгодной ситуации всегда обращайтесь к 89 псалма все вроде брахава от слаха бога в безвыгодной ситуации